Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня в пражской студии Шахиды Якуб. Сегодня в программе. Военно-тактические учения в Туркменистане проходят на фоне обострения ситуации на афганской границе, связанной с увеличением количества иностранных боевиков. Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев встретился с главой Европейской комиссии Жан-Кодом Юнгером в Брюсселе. Я поднял проблему жестокого применения принятых в Казахстане правил, касающихся прав человека. В Узбекистане набирает обороты масштабная вырубка деревьев. Такая ситуация вызывает вопросы у местных жителей. Получилось, что остановки городского транспорта, они оголились. И вот сейчас наступит жара. Как люди будут ждать на этих остановках теперь свои автобусы? Амбициозный проект бывшего премьер-министра Грузии. Пересадка огромных деревьев со всех уголков страны в дендропарк у реки. Это наносит невосполнимый ущерб природной среде. Хоббит-отшельник против Чайки и Платона. С кем и как борется человек, живущий в землянке под Москвой? Вы же говорите, что я там от цивилизации ушел. От цивилизации это цивилиз, гражданский. То есть это я на самом деле, вы из цивилизации, а вы там непонятно где. В Туркменистане продолжаются показательные военно-технические учения, организованные в соответствии с приказом президента страны и верховного углом командующего Гурбан Кулыберду Мухамедова. По сообщениям прессы, учения начались внезапно. И их цель является проверка боеготовности туркменской армии. В состоянии боевой готовности в экстренном порядке приведены пехота, военно-воздушные и военно-морские силы, а также войска ПВО. Об этом сообщило агентство ТАСС. Учения начались в минувшую субботу и сразу в нескольких регионах. Дашаугузе, Тарукинабаде, Атамураде, Серхитабаде, Мары, Келята, Беректей и Туркменбаши. В учениях также приняли участие группы спецнадо-вооруженных сил страны и выполняли задачи в особых условиях. Пустынные, горные местности, в лесных зонах, а также населенных пунктов страны. В ходе учений была организована работа Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства обороны Туркменистана. Причины такой крупной и внезапной акции руководством не оглашались. Напомню, что чуть более 10 дней назад в Таджикистане прошли самые крупномасштабные в истории российско-таджикского военного сотрудничества военные учения. В них приняли участие более 2000 военнослужащих. Следует отметить, что учения проходили в 15 километрах от таджикской и афганской границы, и их целью было отражение атаки бандформирований. Страны Центральной Азии обеспокоены обострением на афганской границе в связи с увеличением числа иностранных боевиков в афганских провинциях. Об этом также недавно заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов. Ситуация с безопасностью в северных провинциях Афганистана стремительно деградирует. Боевики закрепляются на территориях и в населенных пунктах, граничащих с Туркменистаном и Таджикистаном, что естественно вызывает напряженность по обе стороны границы, рассказал Замир Кабулов. Мы связались по телефону с журналистом из провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном Асадула Тимуром, который описал сложившуюся ситуацию. Безусловно, в последнее время очагом напряженности стали провинции Тахар, Кундуз и Баглан. Среди населения движение талибан было наиболее известным, нежели другие. Кроме талибов, в провинциях Кундуз и Бадахшан ИГИЛ был наиболее известной группировкой. Но в последнее время они становятся еще более активными в нашем Тахаре, на границе с Таджикистаном, благодаря своим насильственным действиям против правительственных войск, против населения. В Талукане правительственные силы провели спецоперацию против этой группы и задержали несколько ее сторонников. Но мы очень обеспокоены активностью этой группы в провинциях Кундуз и Бадахшан, которые граничат с Тахаром и находятся на приграничных районах с Таджикистаном. Среди них есть боевики из Узбекистана и таджикистанцы. Мы считаем, что правительственные силы должны начать крупномасштабные операции по их задержанию и обезвреживанию. Для того, чтобы выяснить, насколько реальна вероятность того, что боевики начнут атаковать в границе Центральной Азии, мы связались с политологом Аркадием Дубновым и военным экспертом Халмурадом Союновым. Здравствуйте, коллеги. Вот мой первый вопрос такого плана. Все сейчас говорят об ухудшении ситуации на границе между Афганистаном и Центральноазиатскими странами. В частности, речь идет о Таджикистане и Туркменистане. Но, с другой стороны, говорили об этом еще и полгода назад, об иностранных боевиках, которые появляются в провинциях Афганистана, граничащими в Центральной Азии. Что изменилось сейчас? Почему об этом стали говорить больше? Думаю, что ситуация изменилась потому, что налицо организованные попытки переброски боевиков, ну, пока не очень точно известного происхождения, из зоны племен, из границ Афганистана с Пакистаном, короче говоря, из юга-востока Афганистана, к северным провинциям афганским, близким к границам стран Центральной Азии. А знаем ли вы что-либо о количестве этих иностранных бойцов? И кому они принадлежат? Они боют вместе с Талибаном? Или все же они так называемое исламское государство? Ну, понимаете, официальные или неофициальные источники, в частности, специальный представитель президента России по Афганистану, Замир Кабулов, утверждает, что это игиловцы, некоторые руководители местных властей в Афганистане говорят то же самое. Я бы не решил подтверждать эти сведения, поскольку ГИЛ – это некая условная конструкция, к которой могут присягнуть Афганистане другие боевики в расчете на финансирование. Известно другое, что среди этих боевиков мало арабов, но очень много выходцев из стран Центральной Азии и России. Ну, а приблизительном количестве мы имеем хоть какое-то понятие? Чего нам опасаться? Я думаю, что если мы скажем, что их несколько сотен, это будет правда. А ни в коем случае их не больше, чем, может быть, тысяча, в общем, по всем лагерям. Спасибо, Аркадий. У меня теперь вопрос к Лумураду. Лумурад, вы как военный эксперт и сами из Туркменистана, и Туркменистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Насколько вы думаете, власти этой страны готовы отразить возможную атаку таких боевиков? По оценкам военных экспертов, самое слабое звено Центральной Азии в военном отношении – это Туркменистан. Я, пожалуй, соглашусь с этим мнением и добавлю, что я согласен с тем, что сказал сейчас Аркадий. На самом деле, количество этих боевиков, которые сейчас находятся на той стороне, или у границы расположены Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, может, до тысячи человек. Откуда взялись среди боевиков, легендуются, скажем, туркмены по национальности? Раньше их не было во времена Ниазова. Они появились позже, когда во времена Берда Мухаммедова. И как они туда попали? Очень просто это объясняется через Турцию, куда туркменам был открыт въезд на работу, на рабочую миграцию. А оттуда, видимо, их привлекли туда деньгами или я не знаю каким-то. Павел Мурат, извините, я вас перебью, но вот видите, вы говорите всего тысячи человек, Аркадий говорит тысячи человек. Но это дело же здесь не в количестве, а в качестве. Это же тысячи человек хорошо оттренированных бойцов, у которых есть большой опыт боевых действий, в отличие от армии Центральной Азии, которая, в принципе, учится только на военных учениях. Я согласен с вами. Они не смогут противостоять этому злу или, скажем, этой силе, которая оттуда пойдет. Потому что я наверняка сейчас думаю, уже внутри Туркменистана тоже созданы какие-то сети, ячейки, которые ждут своего часа. Вы говорите о том, что в Туркменистане, которая наверняка одной из самых контролируемых стран Центральной Азии, могли образоваться ячейки подпольных исламистов. Я правильно поняла? Вы меня правильно поняли. Власти Туркменистана контролируют только денежные потоки от нефти и газа и от полезных ископаемых подземных или поверхностных. Они это контролируют до последней копейки. Но они не могут контролировать, что происходит внутри общества. Аркадий, у меня к вам вопрос. В Узбекистане такая же ситуация. И уже несколько раз была попытка боевиков прорваться в эту страну по горам через территорию Таджикистана и Кыргызстана. Вот сейчас это опять может повториться? Или все-таки это можно как-то предотвратить и сделать так, чтобы эти боевики остались внутри Афганистана? Я думаю, что Хурмурат прав в том смысле, что нам опасаться действительно стоят смычки спящих групп, которые находятся уже на территории стран Центральной Азии, в первую очередь Таджикистана и Туркмении. И не исключено, что где-то на юге Кыргызии также. Не думаю, что такого же рода ситуация существует сегодня в Узбекистане. На территории. И я могу сказать, что вряд ли характер каких-то инцидентов, либо вооруженных столкновений будет сильно походить на какое-то вторжение из границы Афганистана. Внешнего вторжения, которое могло бы стать поводом для вмешательства сил ОДКБ, скорее всего не будет. Мне кажется, проблемы сегодня больше в нестабильности внутри Афганистана, Афганистана, нежели в угрозах из Афганистана странам Центральной Азии. Она есть, но она не столько масштабная, как ее рисуют. Большое спасибо, Аркадий, большое спасибо, Халмурат, за ваше время и за прекрасные ответы. И вы как раз все расставили по своим местам. Мы продолжим афганскую тему. В кабульском интернате для сирот слышны музыка и смех. Уже три десятилетия в Афганистане бушует война. Но Андрей Шафарид пытается дать новому поколению образование и культуру, не забывая о веселье. Подробности в репортаже Валиса Бавона и Тамим Ахкар из Кабула. Эти дети в Кабуле занимаются спортом, музыкой, учатся работать на компьютере. Каждый день они получают новые знания и впечатления, причем делают это с радостью. Все это стало возможным благодаря усилиям Андей Шафарид, которая основала сеть школ для сирот детей из малообеспеченных семей. Мы помогаем детям из небезопасных регионов. Теперь они живут здесь. Там у них не было возможности ходить в школу. Наша задача – дать детям из отдаленных провинций и деревень те же возможности, что и у их сверстников из Кабула. Фарид сама росла в непростой обстановке. Много лет она с семьей жила в лагере беженцев в Пакистане. Там же она начала преподавать. Вернувшись в Афганистан, она в 2003 году основала негосударственную организацию «Забота и образование для афганских детей». Сейчас организации управляют двумя интернатами. Один находится в Кабуле, другой в Пакистане. За последние 12 лет я много чего повидала. Я жила и работала с этими детьми днем и ночью. В каждом из них я узнаю себя, потому что мне довелось пройти через те же испытания, что и им. Цели, которые ставит Фарид для своей организации, весьма амбициозны. Изменить молодое поколение в стране, которое уже три десятилетия раздирает война. Дети с благодарностью принимают помощь Фарид. Она собрала детей из разных регионов Афганистана. Она очень хороший человек. Как ее не хвали, все равно будет недостаточно. Мисс Андаиша очень добрая. Мы все ее очень любим. Афганистан разрывают этнические, культурные и языковые проблемы. Однако в этих школах учат уважать многообразие. Нам еще предстоит проделать большой путь. Мы должны преодолеть препятствия во имя афганского народа, особенно детей. Ведь это будущее страны. Фарид говорит, что ее школы не получают государственного финансирования. Средства приходят от состоятельных афганцев и иностранных благотворителей. Однако управляет всем лично Фарид. Президент Казахстана во время рабочего визита в Бельгию встретился с председателем Европейского союза Дональдом Туском. Они обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС в политической и торгово-экономической сферах, сообщает официальная пресса. Также Назарбаев встретился с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Дюнкером. Мы говорили, естественно, о региональной политике, о проблемах Украины, о санкциях против России, которые влияют очень сильно. И договорились совместно работать в этих направлениях, чтобы это разрешилось в условиях выгоды, как для Европы и России, конечно, и Казахстан это задевает. Я благодарен, что вы поздравили меня с выборами прошлого года и парламентскими выборами этого года, когда наблюдатели из 60 стран, их было больше тысячи, сказали, что у нас выборы проводятся на полной основе демократии, свободы, конкурентоспособности, выполнением всех законов, которые в этих случаях нужно. Глава Еврокомиссии на пресс-конференции в свою очередь заявил, что разговор также шел о проблеме соблюдения прав человека в Казахстане. Я поднял проблему жестокого применения принятых в Казахстане правил, касающихся прав человека. Я знаю президента Назарбаева уже 30 лет. Я знаю, чувствую, что он восприимчив к подобным проблемам, в том числе, когда это касается отношений между властями Казахстана и иностранными неправительственными организациями. Масштабная вырубка деревьев в Узбекистане набирает обороты. Люди с пилами уже добрались до кладбищ Ташкента. Озеленение лишились уже несколько районов города, вырубают целые скверы. Многолетние деревья сотнями увозят в неизвестном направлении. Кому помешали чинары, разбиралась Дарья Соловьева. В то утро жителей многоэтажки в шестом квартале жил массива Челанзар разбудил визг-бензопил. Выглянув в окно, даже не сразу поверили. От многолетней чинаровой рощи, в которой многие гуляли еще детьми, уже почти ничего не осталось. В считанные часы территорию обнесли забором, и рабочие начали заносить стройматериалы. Так жители района узнали, что на месте сквера будет многоэтажная автостоянка и еще два жилых дома. Люди сначала бросились останавливать рабочих. Потом побежали в местный Махалийский комитет. Оказалось, судьба деревьев и земли под ними была решена уже давно. При этом они приходили. Мы тогда откажутся делами. Никого не оповещали. Вот с лета ничего не делали. Сидели с лета. А если вы протестуете через суд, пожалуйста, начинайте. Они уже все спили и там. Они мне не прописали, что без... Вы там ничего не оставили. Но быстрее, чем у вырубщиков, у ташкентцев не получается. Деревья массово начали рубить еще в 2009 году. Первыми легли чинары в самом сердце города, в знаменитом Ташкентском сквере. С новой силой рабочие взялись за пилы в 2016 году. В январе вырубили чинары на проспекте Мустакилик, в части так называемой президентской трассы. Видимо, первому лицу надоело смотреть из окон машины на символ Востока. Теперь на месте раскидистых деревьев чахлые елочки. К местной жаре они совсем не приспособлены. Чего уж говорить о людях, лишенных спасительной тени. И вот сейчас наступит жара. И рядом стоят современные у нас здания. Возле этих зданий вообще будет невозможно дышать. Деревья рубят по всей стране. Добрались даже до кладбищ. Не помогают ни петиции против вырубки деревьев, ни обращение в Кабмин Узбекистана. На улицах продолжают оголяться красные, будто в крови, корни чинар. Они, кстати, очень ценятся у производителей паркета. А стволы многолетних деревьев с удовольствием и задорого купит любой производитель мебели. Возможно, поэтому все чинары в стране вдруг оказались больными и подлежащими вырубке. А на освободившейся земле можно еще столько стоянок построить. А в соседнем Туркменистане, наоборот, деревья сажают. В 2016 году принято решение высадить еще 3 миллиона деревьев в целях превращения страны в цветущий сад. Соответствующее постановление на заседании Кабминета министров подписал президент Туркменистана Курбан Кулыберна Мухаммедов. Министерству, отраслевым ведомствам, местным администрациям города Ашхабада предписано обеспечить полив саженцев и деревьев, винограда, а также осуществлять контроль над ходом их посадок и уходом. Далее в программе. Амбициозный проект бывшего премьер-министра Грузии. Пересадка огромных деревьев со всех уголков страны в дендропарк у реки. Это наносит невосполнимующее природной среде. Хоббит-отшельник против чайки и Платона. С кем и как борется человек, живущий в землянке под Москвой. Вы же говорите, что я там от цивилизации ушел. От цивилизации цивилиз, гражданский. То есть это я на самом деле возле цивилизации, а вы там непонятно где. Крутинский миллиардер и бывший премьер-министр страны Бездина Иванишвили подвергся серьезной критике со стороны своих оппонентов. Оппозиция считает дорогостоящей причудой влиятельного бизнесмена желание пересадить высокие деревья из разных уголков Грузии в свой личный парк. Между тем, Иванишвили утверждает, что вся эта красота нужна для того, чтобы украсить территорию будущего концертного зала в курортном местечке у реки, который также строится на его деньги. О том, как по суше и по морю идет в Грузии транспортировка редких видов деревьев, материали Зураба-двали. Компания-перевозчик упустила из виду, что уровень воды низкий и баржа села на миг. Сюрреализм происходящего в духе старых грузинских комедий не остался незамеченным. В социальных сетях появилась пародия на тему сериала «Игра престола». А в этом комедийном шоу на канале «Рустави-2» Бедина Иванишвили поет песню «Застрявшему дереву». Но битва за доставку редкого тюльпанового дерева по морю стала приобретать эпический характер. Компания «Зимо», отвечающая за транспортировку, установила эскаваторы в открытом море и стала расчищать путь для баржи. Но справившись с мелководьем, рабочие обнаружили, что тягачам, на которых стоит дерево, нужна еще и дорога. Срочно понадобились и бетонные плиты. Это сложный инженерный процесс. В ходе работы возникли небольшие нюансы. Поэтому не надо этому удивляться. Из-за низкого уровня воды и погоды возникли сложности. Исходя из этого, тот график, который у нас был, немного изменился. После трехдневной морской эпопеи тюльпановое дерево попало-таки на сушу и направилось к новому месту обитания. Но, казалось бы, вполне доброе желание Иванишвили украсить территорию нового концертного зала красивым парком у экологов не вызывает одобрения. «Это наносит невосполнимый ущерб природной среде. Выкапываются вместе с грунтом редкие деревья. Туда прорывается дорога, завозят технику, бульдозеры, чтобы могли большегрузные машины подъехать. Это недопустимо». Один раз даже Бедине Иванишвили лично пришлось ехать в село Цехиззири саженцевое хозяйство и доказывать протестующим, что все законно. «Я утверждаю, что вся документация по приобретению деревьев носит законный характер. И тут же хочу сказать, что на месте каждого выкопанного дерева мы посадим минимум 10 новых. Я лично отвечаю за сохранность природы и гарантирую, что хозяйство не пострадает». В Дендропарке Иванишвили планируется пересадить еще два болотных кипариса. Они уже огорожены. Метод транспортировки будет тот же, что и в случае с тюльпановым деревом. На барже по морю. Что ж, как говорится, опыт уже есть. В Зурабдвале, настоящее время, Грузия. Наш следующий репортаж о человеке, который живет в отшельничестве в Подмосковье. Но это не мешает ему заниматься пропагандистской деятельностью, выражая свое недовольство политикой правительства. С отшельником Юрием встретился наш корреспондент Вадим Кондаков. Живет в 100 километрах от Москвы человек, в землянке, вырытой своими руками, с белым кроликом, единственным спутником жизни и с круглой, всегда открытой для гостей, дверью. Здравствуйте! Можно угостить к вам? Добро пожаловать! Спасибо. Мне, человеку, привыкшему жить в квартире, в Юриной землянке, ну, мягко говоря, непривычно. Пол и стены здесь земляные, а единственное окошко смотрит в небо. В общем, стиль минимализм. Сами копали эту землянку? Или тут было что-то уже? Ну, сам. Тут никаких проблем вообще. И долго копали? Да, никаких. Ну, то есть, человек такую штуку может выкопать, типа, за неделю, например. Вопрос о том, почему он здесь, Юре, похоже, не нравится. Ведь он вкладывает во всё это некий смысл. О какой не говорит. Самый ответ такой, самый простой, самый понятный, на самом простом уровне, это вот, типа, у меня нет дома, я вот здесь живу, это мой дом, я его построил. В своей прошлой жизни он был, как все. ВУЗ, диплом юриста, работа, дом. А потом, лет пять назад, вдруг сел в машину, поколесил по Подмосковью и остановился здесь. Наладил солнечную батарею, подключил интернет. И прямо отсюда, из лесной землянки, занимается буккроссингом. Отправляет книги путешествовать по всему миру. Теперь библиотекарь Всемирной библиотеки. Книги — это то, что интересует его больше всего. Но на втором месте, безусловно, это история с громким расследованием деятельности детей российского генпрокурора. О ней со своими гостями Юра, кажется, готов говорить бесконечно. Я всем рассказываю про Чайку и говорю, знаете, Чайка, то есть есть такой Чайка, есть такой фильм, вы не смотрели, пять миллионов уже почти посмотрел, там 4 700. Вот представьте, это там каждый 20-й, а вы не смотрели, да не может быть, как же вы, гражданин, а что-то вы про... Это цивилизм, гражданский. То есть это я, на самом деле, вы цивилизация, а вы там непонятно где, там ездите в своем коробке. Фильм, который сделал фонд борьбы с коррупцией, настолько впечатлил Юру, что он даже соорудил вот такую придорожную инсталляцию. Ух, Чайка, да. Ну, ух, тут да, тут... Ух, ху, там всякие тут... Ассоциации разные у людей. Там еще третья буква висела, она упала. Мы спросили Юру, а Путина он пустил бы сюда, в землянку? Говорит, а почему бы и нет? Несколько дней назад думал, вот он думал, сейчас приедут какие-нибудь и министр культуры, например, сюда приедет. Ну, как бы вот так вот, не знаю, как он то ли сам приедет сразу, потому что Путин сразу не приедет. Вначале приедут люди как бы прощупать, договориться, все дела. Но Путин к нему почему-то не едет. Наверное, не хочет говорить про детей Чайки. Поэтому хозяин лесной землянки будет говорить об этом с теми, кто сюда все-таки заезжает. Но для тех, кто просто проезжает мимо, еще остается наглядная агитация. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Все новости, о которых мы хотели вам рассказать сегодня, читайте на социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова